МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне в России прошел единый день голосования. Мы выбирали депутатов Государственной Думы РФ 7-го созыва. Кроме этого, в ряде регионов прошли выборы местных законодательных собраний. У нас в Якутии прошли выборы глав муниципальных районов, таких как Булунский, Жиганский, Нерингринский, Улусы районы. Кроме этого, проходили выборы глав поселений и ряда депутатов представительных органов местного самоуправления. Явка в целом по стране составила около 48%. В Якутии на этом фоне выглядит достаточно неплохо, с нашими 47,89%. Но в целом это хуже, чем явка на выборах 2011 года. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, участниками Центральной избирательной комиссии Якутии. И снова здравствуйте. Я ведущий Иван Луцкан. И мой первый вопрос будет главе Центра избиркома Якутии Анатолию Денисовичу Кривошапкину. Все-таки оправдались ли на ваш взгляд мнения экспертов, которые до этого давали явку в 60% и по результатам на выборах? Ну, как вы сказали, 60% и 48% по республике, и у нас 47,89% конечно разнятся. Мы для себя такую высокую планку не ставили. Я, например, рассчитывал, что мы где-то 50-52% активности наберем, потому что в последнее время идет спад активности избирателей. Я это рассчитываю. Ну, вот по сравнению, а вообще-то по результатам выборов, мы организаторы выборов довольны, потому что для нас главное это явка избирателей и соответствие с законом, что были проведены выборы. А есть вот какое-то доверие этим прогнозам? Вот все-таки выборы очень часто в Якутии проходят, не только федерального уровня, еще и муниципального, и регионального. Вот эксперты как часто ошибаются? Ну, часто. Дело в том, что экспертов кто-то заказывает, очень много субъективного, желания поближе к кому-заказчику сделать. Поэтому мы этой прогнозами не занимаемся, это дело неблагодарное. Для нас это главное выбор провести в соответствии с законом, без нарушения. Но вот по явкам среди и дальневосточных регионов мы стабильно второе место занимаем. Это после Чукотки. Ну, Чукотка это особенный регион, всего там около 40 тысяч избирателей, а у нас 625 тысяч избирателей, поэтому несравнимо. Поэтому вот результатами мы довольны. Но вот все-таки 48% вы довольны, а в целом это хороший показатель, как бы вы его оценили, или не совсем? Если взять в целом страну. Ну, совсем, как раньше 90-е годы говорили про легитимность выборов, конечно, было бы хорошо, если 50% с лишним. Но сейчас сколько явилось, Чукотки есть. Если оценивать итоги уже выборов, уже предварительные итоги подведены, как и на федеральном уровне, так и у нас по субъекту федерации. Каковы итоги, как их можно оценить по сравнению с 2011 годом? Ну, итоги. Ну, если по республике сказать, то у нас без больших жалоб и обращение избирателей прошло, надо, некоторые избиратели говорят, у нас очень спокойно, слишком кампания прошла. Это для кого спокойно, для кого и нет. Ну, для нас это всегда работу проводим, по организации работы, и, конечно, хлопот хватает. Но вот по сравнению с 2011 годом отличий-то много. Там раньше была пропорциональная система, сейчас смешанная система. В 2011 году в избирательном бюллетене было всего 7 партий, сейчас 14 партий. А если взять вот цифры как раз по партиям? Цифры по партиям, то есть результаты непосредственно голосования за партией. Вот сильно отличие от 2011 года по поддержке? Ну, нет, не сильно. Например, Единая Россия сейчас получила 46,42, это по республике. А в 2011 году было 49,16. Справедливая Россия было 15,19, сейчас получила, а раньше было 21,82. То есть снижение есть у всех партий? Да, снижение есть. Но вместе с тем, это КПР и ЛДПР немножко, КПРФ 14,15, а было 16,4, ЛДПР 10,70, а раньше было 8,47. Вот такие цифры по сравнению с 2011 годом. У кого есть спад, у кого есть немножко подъем. Ну вот, как я говорил в начале, в нашей программе проходили в Якутии не только федеральные выборы, но и выборы муниципального уровня. И предлагаю посмотреть сюжеты из Неринкеринского района. В день народного голосования явка избирателей района составила 45 процентов. И это, пожалуй, самая высокая явка по Неринкеринскому району за последние годы. Главой Неринкеринского района стал Виктор Станиловский, обогнавший своего ближайшего конкурента Алексея Буракова на 1240 голосов. Вот эта победа, она, конечно, тяжелая, но она победа. И вместе нам предстоит очень много сделать для того, чтобы наши села, чтобы наше село, чтобы наши поселки действительно развивались, развивались динамично. Своё предпочтение из списка партий жители Неринкеринского района отдали «Единой России», чем показали своё доверие и одобрение политики партии. Сегодня мы сейчас ждём с трепетом, каким образом будут распределяться депутаты по партийным спискам, по федеральной части партийным спискам. И надеемся на мандаты в Государственной Думе по партийному списку от «Единой России». Момент, который связан здесь, городом Неринкеринским районом, да, но я прежде всего хочу поздравить местное отделение партии, региональное отделение партии с тем, что в целом политический окрас Южной Якутии изменился. Правильный ли выбор сделали неринкеринцы, станет ясно совсем скоро, когда избранные кандидаты вступят в свои полномочия. В том, что этот выбор был сделан сознательно, можно судить по высокой процентной явке избирателей. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, Семен Амосов, НВК «Саха», Нерингре. Анализируя итоги различных выборов, всегда наблюдается в промышленных районах низкая явка. И вот мой вопрос, наверное, Николаевна, к вам. Все-таки, как бы вы бы прокомментировали вот такую высокую явку в нерингринском районе? Ну, скорее всего, скажем, такая высокая явка для нерингринского района явилась причиной в проведении муниципальных выборов, выборов главы района нерингринского, потому что, как говорится, своя рубашка ближе к делу, избиратели заинтересованы в том, чтобы у них был руководитель, чтобы они его избрали. И поэтому наверняка явка такая вот повыше, чем обычно бывает. Если бы это были только федеральные выборы, то, наверное, явка, возможно, была бы ниже. А сравнивали ли позиции, какие были в прошлых выборах главы района? Или такой параллели пока не проходили? Нет, такую мы аналитику не проводили, но будем все равно проводить, конечно, да. Но это все равно. Обычно у нас, как правило, ленские, нерингринские районы, да, у них явка, как правило, ниже, чем, скажем, по сравнению с районами сельскохозяйственными, там, как бы, обычно сельскими, да, там явка бывает 70, 80 и 90 процентов. А вот эти вот районы у нас, как правило, порядка 30-40 процентов. Ну, вот как раз у меня следующий вопрос возникает к председателю ТИК Якуцка, Алла Георгиевна, к вам, наверное. Якуцк тоже не отличился явкой на этих выборах. Все-таки с чем вы связываете такую ситуацию? Ну, к сожалению, у нас изменилось избирательное законодательство, и большой процент избирателей не смогли принять участие именно на этих выборах. В городе Якуцке, кроме горожан, которые зарегистрированы, да, и проживают в городе Якуцке, у нас проживает очень много жителей республики, которые здесь работают, но не имеют регистрации вообще, либо имеют временную регистрацию. И сейчас очень сложная такая процедура включения таких избирателей в список избирателей. Они должны подать заявление в определенные сроки. Вот заявления такие принимались до 27 августа. На мой взгляд, простой избиратель, ну, не зная вот этих вот нюансов, не придет и не подаст такие заявления. Ну, так и произошло. И получается, что те жители республики, ну, или других регионов, там, Российской Федерации, оказавшиеся в день голосования в городе Якуцке, смогли принять у нас участие в выборах только по открепительному удостоверению. А открепительные удостоверения тоже выдаются в определенные сроки. То есть получается, что если человек, например, здесь находится в длительной командировке, ну, там, или работает, или еще что-то, приехал к родственникам, например, на лето, он уже не смог открепиться от своего района и не имел открепительного удостоверения, а у нас не было оснований для включения в список. Поэтому в день голосования, конечно, в адрес нашей комиссии, в адрес участковых избирательных комиссий предъявлялось очень много требований со стороны избирателей, заявления, ну, устного характера, они в основном были претензии, люди высказывали. И в этом смысле я вот разделяю их негодование и считаю, что нужно упростить процедуру включения избирателей в список избирателей. Получается, что человек имеет право голосовать, да, а реализовать это право абсолютно не может. И мне кажется, что это вот недопустимо, как-то на законодательном уровне надо действительно серьезно посмотреть и упростить ее. Люди должны прийти и иметь возможность проголосовать. А дело уже избирательной комиссии, как он учтет голосов, ну, включен избирательный список, на другом участке не включен, это уже дело, ну, так сказать, наше. Ну, такие сигналы поступали и с различных улусов районов республики, но пока суть до дела и в законодательство вносится изменения не так быстро, как хотелось бы, да? Совсем не быстро. Тем более, сейчас Государственная Дума только начнет вникать в свою работу. Что сейчас можно было бы сделать в преддверии следующих выборов, которые у нас предстоят в Якутии на нашем уровне? Каким образом будет решить? Ну, вот, например, включение избирателей, такой категории избирателей, как студенты, на муниципальных выборах намного проще. Мы их включаем в список избирателей по месту регистрации, ну, их общежития. Поэтому на следующих муниципальных выборах, которые будут проходить в городе Якутске, например, следующей осенью мы будем выбирать главу городского округа, у нас со студентами, например, никакой проблемы не возникнет вообще. А вот, что касается и на муниципальных выборах, здесь же еще стоит вопрос, имеет ли право человек, который имеет временную регистрацию или вообще не зарегистрирован на этой территории, принять участие в муниципальных выборах. Поэтому на муниципальных выборах этот вопрос решаться не будет никак, потому что, если у вас временная регистрация, в ней участвуете, на муниципальных выборах в некоторых субъектах Российской Федерации есть такая норма, разрешающая, ну, например, ты три месяца зарегистрирован, уже имеешь право голосовать за муниципальную власть. У нас такой нормы нет и, ну, вряд ли она изменится, может быть, и нет смысла ее вводить. Но именно вот, когда крупномасштабные выборы, федеральные выборы, этот вопрос действительно вот острый, его надо решать. Следующие выборы у нас будут федеральные, это выборы президента Российской Федерации, но к этому времени, я думаю, как-то уже законодатель подумает, что много избирателей осталось за бортом избирательного процесса и эту проблему надо решать. Поэтому такая явка низкая. Может, что-то еще где-то... Не забываем основную первопричину, мне кажется, когда мы говорим о причинах снижения явки избирателей. Все-таки мы не забываем, что был перенос единый день голосования у нас теперь во второе, ну, вот в данном случае это третье воскресенье, сентября, а до этого федеральные думские выборы проходили в декабре, а выборы президента Российской Федерации в марте. Вот с точки зрения организаторов избирательного процесса, максимально приближенным для удобства избирателей днем голосования, вот к этому обсуждению этого вопроса мы как раз сможем вернуться после небольшой рекламной паузы, которая сейчас буквально выйдет на НВК Сахара. Я напоминаю, что мы обсуждаем итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации седьмого созыва. И у нас в гостях Центральная избирательная комиссия Республики Сахай-Якутия. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Не пропусти главное», и мы продолжаем обсуждать итоги выборов в Государственную Думу седьмого созыва. Ирина Николаевна, ну вот вы как раз озвучили о том, что единый день голосования был перенесен, и сентябрь не очень удобный месяц для того, чтобы проводить выборы. Вот все-таки оптимальным днем в Якутии, допустим, вы считаете, какое время года и какой месяц? Ну, вот с точки зрения северных регионов, это все-таки оптимальное время для нас, это март, конечно. Вот, и с точки зрения снижения финансовой составляющей на избирательный процесс, и с точки зрения удобства избирателей, и для повышения явки, это все-таки март месяц. Да, Антон Ильич, конечно. Вот, например, мы проводили совещание с председателями субъектов и предлагали, чтобы это было 4 марта весной. Это наиболее, как Ирина Николаевна сказала, наиболее благоприятный для организации период. А вот по недостаткам, ну, недостаткам закона, упущения в законе, мы, конечно, по итогам выборов обычно и практика такая есть. Мы будем собирать данные. У нас много претензий, вот как Алла Георгиевна сказала, по спискам избирателей, это временно проживающих, и для студентов. Особенно нас волнует еще по жестким критериям, по сбору подписей для самого движенцев. Ну, и все про это будем с Центрозбирком говорить. Ну, это Центрозбирком России так и так знает. Я думаю, что их наше, их предложение будет учтено федеральным законодателем. Ну, вот, вы как раз озвучили интересный вопрос в части того, что март месяц, но ведь март, допустим, для некоторых регионов может быть связан с тем, что грязь, лякоть на улице, есть недовольство у населения, и тогда графа против всех будет всегда побеждать. Может быть, так. В принципе, нет на федеральных и региональных выборах. Нет, на региональных этой графы тоже нет. Эта графа сохранилась только на муниципальных выборах. Да, и не так страшна эта грязь и слякоть с точки зрения организации выборов на самом деле. отсутствия избирателей на местах, потому что сентябрь месяц еще отпусков. Время дачного периода, время активного сбора урожая. Эрина Николаевна в перерыве сказала правильную мысль, что вчера была хорошая погода, очень многие просто поехали на дачу. Вот я буквально недавно вернулся из командировки в Тикси, был в Булунском районе, там везде кипела предвыборная агитация, везде были плакаты, с учетом того, что там еще выбирали не только главу района, но и главу поселка Тикси. Но вот, как мы знаем, сегодня с утра там сложилась весьма интересная ситуация, что у двух кандидатов абсолютно одинаковое количество голосов. Как бы это могли бы рекоментировать, Антон? Действительно, у кандидата выдвинутого политической партии Кудряшова и кандидата Алексеева, который был выдвинут политической партии Справедливая Россия, у них действительно оказалось равное количество голосов. Но такую ситуацию закон регулирует. То есть в этом случае избранным считается тот кандидат, который раньше зарегистрировался. По нашим данным, таким кандидатом является Кудряшов, выдвинутый политической партией Единой России. Но тем не менее, его оппонент может и подать ответ. Это его право, конечно, может. И для этого тогда производится перерасчет голосов, видимо, вручным каким-то способом. Какие механизмы есть? Нет, основания для пересчета голосов. А, это суд уже. будет решаться в судебном порядке. Очень часто происходит одинаковое количество. Бывает и три кандидата одинаковое количество. Там же очень мало избирателей, поэтому каждый голос важен. В отличие от больших территорий. У нас таких практически не бывает ситуаций. Ну вот как раз-таки, если уже взять историю с нарушениями, да, буквально за месяц до этого мы много слышали о том, что в Якутии много есть нарушений, и так далее. Но в целом, вот сейчас, да, и в средствах массовой информации было сказано, что в Якутии в этом списке нет. Все-таки были какие-то нарушения, жалобы на избирательный процесс, Анатолий? Ну, как я уже говорил, это жалобы и обращения, которые могли бы повлиять на итоги выборов, у нас не было. Ну, мы, например, в день голосования, заседания рабочей группы информационным спором рассматривали, когда в сайте были статьи, которым положительные или отрицательные охарактеризовали кандидатов. Поэтому вот такие рабочие моменты были, а так, которые могли бы повлиять, не было. Я же говорю, что спокойно прошло выбор. Это самое главное. Я могу дополнить, если у нас на Центральной избирательной комиссии действует рабочая группа по рассмотрению вопросов информационного характера. И за все время этого выборного процесса мы рассмотрели на заседании рабочей группы где-то порядка 50 жалоб информационного характера. В основном у нас получилось так, что сетевые издания где-то 20, наверное, жалоб было конкретно на сетевые издания. Вы знаете, что по закону у нас должны все средства массовой информации и в том числе и сетевые издания должны уведомить Центральную избирательную комиссию о том, что они проводят предвыборную агитацию. Но в связи с тем, что сетевые издания не являются как таковыми средствами массовой информации, они подпадают под иные. Я просто вас перебью сейчас, потому что у нас сейчас на связи политолог, который хочет дать комментарий по раскладу по политическим партиям. У нас на связи кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии СФУ Ольга Парфеновна. Ольга Афанасьевна, добрый вечер. Добрый вечер. А были ли неожиданные показатели по непарламентским партиям? Нет, на самом деле было понятно, что четыре крупные партии не пропустят пятую. Конечно, хотелось бы, но результат вполне ожидаемый. то есть вы как эксперт все-таки прогнозировали для себя, что пройдут четыре партии, а если все-таки не по предпочтениям, а по прогнозу, как вы думали, кто могла быть та пятая сила, которая могла бы оказаться в Государственной Думе Седьмого Собзыва? Ну, вы знаете, все-таки старая такая партия яблока, которая всегда набирает очень мало голосов, но многие все-таки ждут, что она опять когда-нибудь попадет в парламент. Яблоко созреет и попадет. Да. Спасибо большое, Ольга Ханасьевна, за то, что были с нами на связи. Всего вам доброго. Другие партии же вошли все-таки в Государственную Думу, просто по мажоритарной системе они вошли как по одномандатным избирательным округам, в чем собственно говоря и состоит кардинальное отличие этих выборов от предыдущих федеральных домских компаний. Да, вот мы видели гражданская платформа, по-моему, один мандат получила. Ну вот еще как бы результаты окончательно Центральной избирательной комиссии Российской Федерации подводятся. Вот по состоянию, когда мы сюда пришли в студию, 93% протоколов было обработано. Да, вот где-то партии две прошли еще по одномандатным округам и прошел один самого движения. Достаточно неплохо. Но вот все-таки вот та многопартийная система, которая сейчас предложена по, точнее, выборы по смешанному типу и по мажоритарному, она себя оправдала, как вы думаете, вот в этом седьмом созыве? Вот удобно было проводить так выборы? И нужно ли это? Ну, конечно, потому что на самом деле федеральный законодатель же преследовал при возврате этой смешанной мажоритарно-пропорциональной системы одну мысль, чтобы повысить политическую активность? Ведь на сегодняшний день совершенно другой расклад политических сил. Если мы посмотрим количество партий в 2011 году и сравним это с показателями 2016 года, это, как говорят в Одессе, будут две большие разницы. Поэтому, да, возврат вот к этой смешанной системе он себя оправдал. Мы считаем, что это, безусловно, положительный момент для избирателей, которые голосуют теперь не только по партийному списку, но еще и за конкретных людей, которых они знают, за кандидатов, которые идут по одномандатным избирательным округам. Понятно, что выбором председствовала большая работа и со средствами массовой информации. Екатерина Петровна, вот со СМИ как вы отрабатывали, каким образом вы отсматривали вот те нарушения, это в продолжении того вопроса, который вы стали озвучивать? Ну, в соответствии с законом, как мы уже говорили, да, у нас СМИ участвовали уведомые в Центральной избирательной комиссии о том, что они готовы. И у нас где-то 18 телерадиокомпаний уведомили в Центральной избирательной комиссии о том, что они готовы предоставить эфирное время для политической рекламы. И также где-то порядка 70 печатных изданий участвовало в данной выборной кампании. И очень в день выборов у нас в законе появилась новая новелла о том, что средства массовой информации участвуют при голосовании, при почете голосов и имея аккредитационное удостоверение. У нас вот по этой новелле воспользовались 26 редакций средств массовой информации и у нас аккредитацию получили больше 100 журналистов. Ну, по закону мы провели жеребьевки, это все 42 государственных издания мы передали полномочия территориальным избирательным комиссиям, они самостоятельно там провели жеребьевку по предоставлению платного и бесплатного эфирного времени. Кроме того, государственные СМИ, которые у нас региональные, они тоже все время и платное и бесплатное, которые в объеме предусмотренным законом сделали. Но большой объем информации шел через соцсети, вот то, что вы как раз говорили, через сетевые сообщества, вот все-таки они отнесены к какому виду политических регионов? Вот сетевые издания, которые не зарегистрированы как средства массовой информации, они квалифицируются так, как организации, которые проводят предвыборную агитацию иным способом. То есть, они также должны были уведомить избирательную комиссию, которая организует выборы, о том, что они предоставляют услуги, работы, которые по изготовлению агитационных материалов и распространения. Но они не как СМИ. Поэтому те 20, которые я сказала, что жалоб на сетевые издания, на незаконную предвыборную агитацию, они в основном у нас вошли в правоохранительные органы. То есть, жалобы такие были? Не Роскомнадзор, а вот именно правоохранительные органы. А ватсап вы бы к чему сами бы отнесли? Ватсап? Ватсап. Ну, ватсап это его, конечно, абсолютно не является субъектом, не должно являться, наверное, по действующему законодательству, он не является субъектом предвыборной агитации. Но, тем не менее, очень большая часть предвыборной агитации у нас сместилась. Спасибо, Екатерина. Сейчас мы переремся опять на рекламу и буквально через две минуты мы продолжим обсуждение итогов выборов в Государственную Думу седьмого созыва у нас в Якутии с представителями Центра избиркома. Добрый вечер, дорогие зрители. Продолжаем обсуждать итоги выборов в Государственную Думу. И вот мой вопрос, опять же, возвращаясь к категории права и тех проблем, которые возникают в сфере изменений законодательства, которые произошли за последнее время. Екатерина Тимофеевна, может, вам вопрос. Какие еще проблемы не озвученные остались, где бы можно было бы внести изменения в законодательство? Дело в том, что я немного хочу дополнить Аллу Георгиевну. Дело в том, что положение о том, что граждане по месту пребывания без регистрации голосуют только на основании открепительных удостоверений. Это установлено только в федеральном законе о выборах депутатов Государственной Думы. А в законе о выборах президента Российской Федерации и на региональных и на муниципальных выборах такой нормы нет. Поэтому мы считаем, что корректировка должна быть в законе о выборах депутатов Госдумы. Мы и в период избирательной кампании и до начала избирательной кампании свое мнение об этом писали в Центральную избирательную комиссию и по результатам выборов тоже мы подведем анализ выборов. Мы это всегда делаем и на основании этих анализов выборов будут выработаны предложения по совершенствованию избирательного законодательства в целом и по внесению изменений также федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации потому что этот закон четко не определяет что такое место пребывания и что такое место временного пребывания по закону по месту пребывания граждан должны быть зарегистрированы а по месту временного пребывания граждане которые находятся в больницах в санаториях, в гостиницах или в каких-нибудь больших организациях, они не должны быть зарегистрированы. Они могут подать заявление за три дня до дня голосования, и тогда не включаются в списки избирателей. А те граждане, которые живут, работают по месту пребывания, но не имеют регистрации на этих выборах, они оказались, мягче скажем, за бортом. А правом законодательной инициативы в данном случае может выступать только Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. И у Центральной избирательной комиссии такого права нет. Но мы направляем обычно все субъекты, направляют свои предложения в Центральную избирательную комиссию, чтобы Центральная избирательная комиссия в свою очередь донесла эту информацию до сведения законодателей, так скажем. Ну, то есть такие проблемы возникали и в других субъектах. И в других субъектах такие же вопросы возникают. Вот в последние, вот за несколько дней до дня голосования, да, разрешили студентам учебных заведений, которые, не зарегистрированные в общежитиях, разрешили голосовать написанием заявления за три дня до дня голосования. Вот все-таки, если взять особенности наших выборов в Якутии, о которых уже здесь говорила Ирина Николаевна, что это сэкономит определенный ресурс, если будет, допустим, проводиться 4 марта. Вот в чем наша национальная особенность проведения выборов? Это голосование труднодоступных, это автозимники. Что еще? Да, конечно. Вот наша такая особенность республики, это такие суровые условия, это транспортная логистика, это малонаселенность избирателей, вообще численности, да. Конечно, это все утяжеляет финансовое обеспечение избирательного процесса. И особенно, если мы говорим о сентябре, то сравнивая показатели 2011 года, когда это был декабрь, и сравнивая показатели по бюджетным ресурсам, которые затрачены в этот раз, они в десятки раз превышают просто досрочное голосование. Да, это наша такая особенность, которой мы еще и на самом деле где-то выражаем такую, испытываем определенную гордость, что мы охватываем очень большое количество все-таки избирателей вот по такой огромной территории, затрачиваем на это огромные деньги. И все-таки даем большинству избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, осуществить свое конституционное право и дать ему возможность проголосовать в виде на день голосования. Вот по досрочному голосованию. Тут интересный вопрос поступал еще до программы. Вот задавали его люди, которые проживают в отдаленных местах, что когда к ним прилетает вертолет, раньше, когда проводились региональные выборы, он иногда мог забирать с собой этих людей и увозить в центр. А вот здесь так получилось, что им отказывали, и получается вертолет улетал только с представителями ЦИК. Вот почему это происходит? Дело в том, что выборы субъектовые, они при проведении досрочного голосования было специально распоряжение правительства, которое разрешало социально значимым грузам, студентам, детей, оленеводам брать грузы и пассажиров. А сейчас мы выборы федеральные проводим. Согласно бюджетной классификации, эти деньги селевые, поэтому ЦИК запретила нам использовать по перевозке грузов и пассажиров. И это повлекло большую жалобу от всех, которые... Ну, досрочное голосование. А раньше, как вы говорите, перевозили грузы, пассажиры, а они сидели и ждали, а тут два члена участковой избирательной комиссии и маленький перенос, переносная... Яшик. Конечно, это людям непонятно. Да еще обратно летит с такими же двумя членами комиссии, которые не берут их. И это служило поводом для того, чтобы отказывались эти люди, которые мы прилетали туда, и они отказывались голосовать, потому что учимили их неправа. Мы их понимаем, но закон есть закон, надо его исполнять, и приходилось отказывать перевозке пассажиров и грузов. А вообще затраты большие на досрочное голосование? Да, это почти 245 миллионов мы запланировали на проведение выборов. Из них 104 миллиона только на это досрочное голосование. Авиатранспорта. Авиатранспорта. Я вот помню, что у председателя Центра сбережкома России, тогда еще Чурова, было предложение решить данную проблему голосованием посредством связи, рация, или же какие-то доверенности и так далее. Вот почему это предложение не нашло? Ну, идея эта давно витает, это голосование по интернету, голосование по почте, но законодательно пока это не закрепили. Поэтому очень трудно. Да, при том, в отдаленных труднодоступных местностях связь не всегда есть. А был бы для Якутии плюс, если бы это ввели? Конечно, это была бы огромная финансовая экономия, но здесь-то вопрос встает об уровне доверия к выборам. В принципе, почему вот не вводятся институты такого порядка голосования, дистанционного, что называется. Это вот определенный уровень недоверия к выборам, который в умах многих влечет в фальсификацию итогов выборов. То есть, на этой теме немножко спекулируют с нашей точки зрения. С нашей точки зрения очень плохо, что убрали институт досрочного голосования в помещении для голосования. Мы этим активно пользовались позапрошлом году, да? И вот в этом году с открепительными удостоверениями пытались сделать какие-то далеко идущие выводы о фактах массового какого-то нарушения с использованием этих открепительных удостоверений. То есть, пока у общества, пока общественное мнение не сформируется таким образом, чтобы был высокий уровень доверия к избирательным процедурам. Я думаю, что мы к дистанционным способам голосования все-таки не придем. Вернее, скоро не придем. Тогда возникает простой вопрос. А как же вернуть тогда доверие избирателей к выборам? Вот что нужно сделать для того, чтобы люди подумали, что их голос важен от Центральной избирательной комиссии, возможно? Есть какая-то идея? Конечно, вот в этом году же очень большое внимание уделяется усилению Института общественного контроля, народного контроля. Сейчас такое понятие активно используется как народные избирательные члены избирательных комиссий. Вот очень большое количество наблюдателей было использовано вот в этой избирательной компании. Очень большое количество членов с совещательным голосом было введено в избирательные комиссии. И с точки зрения нового руководства Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Этому институту сейчас придается очень большое внимание, очень большое значение. И вот если партия хочет себя позиционировать как такую большую политическую силу, то вы должны обеспечить и соответствующий общественный контроль за системой избирательных комиссий. А вот есть активность граждан? Вы ощущаете, что люди активно стали приходить участвовать в избиркомах, как члены комиссий? Я бы хотела добавить, что я считаю, что судить о процессе всегда легко, но судить можно лишь тогда, когда ты в нем хорошо разбираешься. А станешь ты разбираться в избирательном процессе тогда, когда ты станешь членом участковой избирательной комиссии. То есть просто поработаешь по другую сторону. И у нас сейчас в городе Якутске очень много членов участковых избирательных комиссий, их порядка полтора тысячи людей. И мы очень сильно обновили состав. У нас сейчас где-то в 30 комиссиях из 118 это новые председатели назначены. Люди, которые... Ну и кто-то имеет опыт, кто-то не имеет опыт. И вот вчера мы принимали протоколы. Ну и так между собой разговариваем и говорим. Я говорю, ну что много там фальсифицировали? И председатели участковых избирательных комиссий, которые новички, которые впервые... Они говорят, какой там фальсификация? Фальсификация. Сделать бы так, чтобы по закону было хорошо. Ну в смысле все соблюсти, все нормы закона и требования. И на самом деле у них очень сразу меняется мнение о том, как это все происходит и что это действительно реально невозможно. Спасибо, Алла Георгиевна. Вот наша передача подходит к концу. Конечно, подводя итоги, хотелось бы сказать, что да, действительно, выборы состоялись. Результаты объявлены. И данным результатом уже дал свой комментарий глава республики. Он заявил о том, что считает такие выборы закономерным, подтверждающие высокий уровень доверия президенту России Владимиру Путину. Мы вместе проголосовали за стабильность, за устойчивый и последовательный путь развития, заявил глава Якутии. Спасибо. Всего самого доброго.